Мы находимся на футбольном поле, где местные ребята любят проводить время за игрой в мяч. Площадка оборудована всем необходимым для досуга детей. Однако, по словам жителей, на данном месте хотят поставить очередной магазин. У нас уже сейчас наш Нижний Камск называют гордым магазином. Это же кошмар такой. Ни одной зеленой зоны с нашей страны, с улицы Сембике нет. Ни одной зеленой зоны. Где зеленая зона для отдыха? На улице Сембике. Накануне на базе школы номер 10 состоялся диалог с представителями администрации. Жильцы крайне обеспокоены проектом по застройке футбольного поля, которое более 20 лет верой и правдой служит им. Как утверждает застройщик, причин для беспокойства нет. Однако, жители продолжают отстаивать свои интересы и идти на уступки не собираются. То есть, это застройщик. Это коммерческий объект. Этот объект будет работать на то, что вы не сможете. Большое значение имеет футбольное поле и для самой школы. Именно здесь проходят уроки физкультуры у ребят. Площадка также обладает статусом зеленой. На ней растут более 200 деревьев. На слушании обозначили острые моменты, однако диалог был односторонним. Под напором протеста прийти к какому-либо решению было практически невозможно. Само событие заинтересовало Общероссийский народный фронт, представитель которого лично помогал отстаивать права жильцов. Вы вправе требовать комфортную городскую среду. Что по тебе подразумевает комфортная городская среда? То есть, вы обращаетесь письмом к администрации города, если есть администрация города или представители эти, обращаетесь к ним. Вы с полком города и, соответственно, требуется, хотим туда поставить детские качели и другое остальное. Также обезопасить детей, чтобы дети не выбегали на проезжую часть. Слушание перенесли на 25 июня, так как ключевые фигуры события не явились. На следующей неделе вновь поднимут вопрос о строительстве магазина, но уже в присутствии представители муниципалитета и управления архитектуры. Иван Рябцов, Марина Чернышкова, НМедиа.